У одного из симферопольских центров на улице Мат-Изалки уже есть первые заявители, хотя до открытия еще остается несколько минут. Вход в помещение строго, в защитной маске, еще одновременная мера контроля, наличие талона, а предварительные записи. Вот подробная инструкция, как взять талон. То есть по предварительной записи? Да, только предварительная запись. В числе первых у одного из 46 открытых окон Инна Фисина женщина помогает дочери получить паспорт и спешит на работу в Ялту. Процедура занимает немного времени. В офис она попадет вовремя. Ну, естественно, я прочитала это в соцсетях, я услышала это в новостях. То есть об этом информировали достаточно хорошо граждан, ну, на мой взгляд. Вся электронная процедура о предварительной записи элементарно, она осуществляется в несколько кликов. Для этого вам лишь необходимо следовать 10 шагам, предусмотренным инструкцией. Вы заходите в личный кабинет, выбираете необходимое вам отделение МФЦ, затем услугу, которую хотите получить, подбираете подходящую дату и время. И в завершение пользуйтесь опцией записаться. Как видим, весь путь от начала до конца составляет меньше минуты. В МФЦ подчеркивают все крымские центры, кроме двух симферопольских, Бахчисарайского и Ялтинского работают в прежнем режиме. На Матозалке все так же выдерживается ежедневная норма. Обслуживают до полутора тысяч граждан. Причем люди и в возрасте, и не в возрасте, и молодые, и пожилые пользуются через портал МФЦ, берут талоны там. Количество услуг, оказанных по общим услугам, по услугам госкому регистра, не меняется. Напоминают заявителям и о временном прекращении оказания услуг по регистрации права на недвижимость. Предварительная запись будет закрыта 7 сентября. Это связано с переходом госком регистра на новое программное обеспечение. Возобновится обслуживание в середине следующего месяца. Поэтому, граждан, прошу не волноваться, следить за нашими новостями, за анонсами и ориентироваться на 15 сентября. Сразу хочу сказать, что время, которое граждане недополучат в сентябре, вот в этот период закрытия, которое будет не оказывать услуги госком регистра, то мы, соответственно, увеличим время работы МФЦ на то время, которое граждане не получили в сентябре. Точную дату снятия ограничений в МФЦ пока назвать не могут. Ее своим протоколом утвердит специальная правительственная комиссия. Тарас Березицкий, Эрвин Хамиралиев, телеканал Милет.